всем привет вы любите гитаристов в смысле звуки которые они извлекают из гитары не говоря самих гитаристов любите игру на гитаре я очень люблю игру на гитаре я очень плохо играю на гитаре и с удовольствием слушаю как играют другие меня не то что смешат уже давно не смешат и давно не печалят вызывают скуку разговоры о том кто лучший гитарист мира кто худший гитарист мира кто умеет играть на гитаре кто не умеет играть на гитаре открою вам секрет небольшой вот все те пластинки которые мы слушаем в жизни вообще все вот все что вы слышите по радио на пластинках на компакт-дисках вот там все умеют играть на гитаре вот все вот нет ни одной группы в которой гитарист не умел бы играть на гитаре чтобы не говорили разные интернет учителя пользователи комментаторы и все остальные люди на земле умеют играть все на гитаре как говорила одна оперная певица очень хорошая по поводу отсутствия или наличия голоса у человека она говорила следующее странные какие-то говорите вещи что значит нет голоса вы же говорите издаете звук значит у вас есть голос что это чушь несете нет голоса есть голос умеет играть на гитаре не умеет играть на гитаре человек который играет на гитаре просто играет на гитаре он умеет все все зависит от того какую музыку ты хочешь сыграть хочешь ты играть фуги баха или хочешь играть как ингви мальмстен одна история хочешь играть рок-н-ролл другая история хочешь играть панк-рок третья история уметь играть это очень хорошо и я повторюсь что в принципе любой человек играющий в рок-группе умеет играть на гитаре все зависит от количества концертов от количества тренировок количество репетиций так вот какие какие у нас есть лучшие гитаристы мира я предвижу уже предвижу уже рассуждение а джимми пейджа ричи блэк море это какой-то кошмар просто меня преследует всю жизнь вот это вот лучший гитарист замечательный гитарист на 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 каждого лучшего гитариста найдется 150 других лучших гитаристов не менее извиняюсь за корявость фразы лучших чем названный гитарист я хочу вспомнить мужика парнем я его назвать не могу потому что это изначально мужик рой бьюканан американский музыкант вот такой вот человек рой бьюканан что интересно вот эта вот фотография на лицевой стороне пластинки которая называется весьма пафосного в гитар play the blues рот бьюканан тот фотографии не имеет ничего общего со сценическим обликом самого этого самого роя бьюканана то есть более нелепого человека на сцене представить себе невозможно посмотрите видео очень много есть записи видео концертов бьюканана совершенно нелепый дядька бородатый с пузиком дядька в нелепой безвкусной совершенно одежде недвижимо стоит с гитарой телекастер оглядывается по сторонам временами подходит к комбику на котором стоит пластиковый бокал с пивом пьет это пиво возвращается на авансцену и также ухмыляясь как-то нелепо играет такие фантастические вещи в основном правой рукой левой тоже левая тоже не отставит что волосы встают дыбом джефф бэк очень уважал музыку бьюканана да и не только джефф бэк а джон леннон например любил этого артиста слухи ходили что его хотели пригласить the rolling stones в качестве гитариста но это лишь слухи подтверждений документальных этому нет откуда я это взял не знаю не помню он учил играть на гитаре робби робертсон например гитариста из группы the band очень хорошего гитариста который очень хорошо умеет играть на гитаре если вы слушали группу the band он играет не так как инге мальмстин он играет совершенно по-другому потому что музыка the band совершенно другая и нет необходимости там играть кварталями все играют триолями да а мальмстин играет кварталями чем и отличается от массы гитаристов и партии его кажется удивительными и непонятными как это что это он такое там наигрывает с такой скорости ну да не важно в общем этот нелепый некрасивый на сцене полный с красной мордой потому что пиво все время пьет потеющий человек в стиле кастером выдавал настоящие чудеса на гитаре настоящие чудеса послушайте его пластинки или посмотрите видео там есть все там есть и скорость и звукоизвлечение и что самое главное осмысленная игра но еще главнее этого всего это легкость с которой ну это кажущаяся наверно легкость хотя я не уверен просто бекан так научился так разработал свои физические инструменты что играл очень легко с дикой скоростью играл такие фразы которых мы не услышим нигде ни у кого и никогда у него совершенно самостоятельная фразировка самостоятельная игра самостоятельный звук звук вот отвратительный звук телекастера это самый отвратительный омерзительный звук из всех гитарных звуков которые только могут быть при этом я его очень люблю его ночи он очень узнаваем телекастеровский звук очень много где используется очень очень распространен но если говорить объективно он он чудовищем то есть вот стеклянный объемный звук фендера стратакайстера да такой прямо вот всеми любимый дэвид гилморда который я не люблю на самом деле но звук вот этот вот такой стекло такое или рычащий полотняк джимми хендрикса который тоже играл на стратакайстере он много на чем играл кстати у него были разные гитары и гипсом там и и и много чего еще но все привыкли что у него стратакайстер вот это рычание мясное такое ну тот же этот самый black morning ночи будь помянут с его стратакайстером такое вот такой плотняк у телекайстера такого ничего нет вот это вот сухое такое режущие звучание которым бьюкан он пользовался вовсю показывал всю мерзость и весь кайф этого звучание телекайстера играл очень быстро очень как я уже сказал ненавижу слово вкусно самостоятельно очень самодостаточно умно красиво агрессивно невероятно местами злобно местами с очень хорошим юмором а юмор у него все время в игре он улетает в такие высоты со слайдом с такой скоростью работает правой рукой такие рулады выделывают при этом фрэнк запа бы позавидовал наверное потому что фрэнк запа очень ценил юмор в музыке вот вот этот вот эти чудеса которые выделывал бьюкан он это это уму непостижимо что это такое не немного у меня всего три пластинки бьюкан он они все разные в общем то вот 73 года альбом это третья по счету пластинка бьюкан он она она интересна тем что здесь хей джоу он играет посвящая ее джимми хендриксу и играет конечно наворачивает здесь столько гитаризма вообще тяжело слушать такой гитаризм ради гитаризма когда человек показывает все свои возможности вот демонстрирует вот я умею играть на гитаре сейчас сыграю быстро и много ну и что ну и что ну сыграл ты быстро и много какой в этом смысл что-то хотел донести бьюкан он здесь переплюнул всех тех кто играет быстро и много потому что он сыграл и быстрее и больше чем любой другой гитарист но все это так в контексте песни так в контексте смысла песни переходов гармонических завершение музыкальных фраз и вот эти его взрывы многонотные многотысяченотные они подчеркивают мелодию подчеркивают гармонию и оттеняют те переходы которые на которые мы может быть не обращали внимание раньше хей джо кто только не пел кто только не играл эту песню и полным полно версий ну мне как и многим больше нравится версия джимми хендрикса здесь я не оригинален но версия бьюкан она 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 тоньше она при этом агрессивней чем у хендрикса агрессивней как ни странно но она тоньше прозрачнее и может быть монументальнее даже но при этом она очень там там столько столько там наиграно чудес что не играет бегу нам не поет сам здесь другой вокалист поет он в одной песне под названием ройс блюз глаз блюз ройс блюз ну поет он так специальным образом скорее декламирует песни и рой рой блюз начинается с фортепиано и кажется что это так какой-то такой кабацкий блюз солунный такой из фортепиано но потом въезжают гитары вторая часть уже просто сносит голову напрочь просто напрочь сносит бьюкан он показывает все свои возможности все свои чудеса и кажется что это такой гитарист который на сцене вот стоят в эти паучьи и позы там играет за головой прочь а на самом деле дядька стоит вот так смотрит по сторонам хмыкает хихикает пьет пиво из пластикового стакана и продолжает недвижимо так стать и и выдавая запредельные какие-то рулады пластинки были очень хороши у него в продаже все его любили но потом как-то вот эта пластинка 3 она по музыке более агрессивно чем первые две здесь играет гораздо больше и наверное сыграл злую шутку потому что пластинка продавалась хуже чем первые две за счет того что больше гитаризма меньше песен а песня надо сказать не очень песни такие такая американский рок достаточно достаточно стандартный сыграно все о-ля-ля сам материал так себе но это продавалось все а когда появилось больше гитаризма продаваться стало хуже вот так вот потому что музыка не очень-то нужно на самом деле массовому потребителю а нужные песенки нужны чтобы ай лавер бэби и некий перерыв в творчестве у него возник хотя перерыв был недолг его пригласила компания аллигатор аллигатор это та компания когда вообще когда видите логотип аллигатор рекорд сразу может пластинку покупать не думает муж музыка там будет наверняка хорошая компания специализируется на блюзе все пластинки выпущены на аллигаторе можно вообще не слушая не спрашивая что это такое аллигатора беру все и дома получите удовольствие и вот эти пластинки на аллигаторе они как-то совмещают и неистовый гитаризм бью канона и песни для продажи которые и так все такой некий баланс найдем все очень хорошо вот эта самая штука вы ноги то плейд и блюз очень пафосная такая она не так страшно как ее обложка потому что обложка конечно для домохозяек особенно вот это сигары такой мачо-мачо музыка совершенно другая музыка хорошая гитаризм в полный рост особенно первые два номера это заглавная песня вы на гитар плейд блюз наполненная блюзом наполненная блюзовой гитарой до краев и chicago smoke shop сигарный магазин до chicago chicago смог что если первая песня это понятно все блюз и блюз до chicago смог шоп это неожиданный фанк такой среднетемповый и кажется что но сейчас будет я люблю фанк кстати но когда слушаешь билк она ждешь чего-то другого но оказывается все не так оказывается после этом первого такта въезжает гитара и пошло уже какое-то что-то адское просто блюз из ада начинается потому что люди так не играют таких звуков не издают без особенных обработок для всяких там автотюнингов там и и всего-всего-всего без вами вот этих самых которые используются там пантеры до сепультурой как он это делает послушайте это уму непостижимо никаких цифровых примочек а только руки слайд и телекайстер и реверберация кое-где но это блюз из ада это только только оттуда на земле так не играл никто никогда ну и дальше тоже все хорошо несмотря на то что пара песен медленных каких-то таких стандартных весьма стандартного белого блюза достаточно проходного но все это скрашивается опять когда начинается гитарная игра бюканона забываешь про стандарты забываешь про даже пошлости некоторых песен великолепно просто великолепно но к сожалению покинул этот мир бюканон много пил пиво много пил пиво и однажды в пьяном состоянии был арестован полиция его упрятала в камеру тюремную за плохое поведение в виде а когда в камеру вошли увидели что бюканон повесился вот так вот такая трагическая судьба у гениального совершенно музыканта жаль очень жаль порой бюканона но с нами остались его пластинки которые я очень очень рекомендую слушать тем кто любит гитарную игру тем кто любит блюз тем кто любит рок-музыку это то что надо ну а я пью не так как бюканон поэтому со мной пока тьфу 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 все в порядке я пошел как обычно это самое все пока до новых встреч